Ту-ту-ту название кликбейт просто, и вы просто, я хочу на него посмотреть. Еще не прошел трилогию на канале, хочу просто наконец-то на нее посмотреть, посмотреть, насколько это плохо, плохо или уже лучше стало, а может быть еще и нет, я не знаю, короче, просто хочу ее давно очень посмотреть, потому что это все-таки моя любимая серия игр Mass Effect. Вот, именно трилогия, Андромеда, судя по всему, говно, не знаю, что она из себя представит в этом образе, в этой части, но 10 часов у меня есть, могу ее оценить, и решил вам тоже показать хотя бы начало игры. Вот, давайте-то начнем с создания персонажа, очень странный здесь запуск, на самом деле, типа не новая игра, а быстрый запуск за мужика, быстрый запуск за бабу, и быстрый запуск, уже долгий запуск с созданием персонажа самостоятельно. Ну, давайте начнем, хорошо. Посмотрим, посмотрим, что она из себя представляет, как это выглядит. Выглядит красиво, по крайней мере, вот так вот, с этой стороны, с этого ракурса, не знаю. Лицевая анимация должна быть говенной, и все остальное должно быть говенным. Ну, шейдерки там загружаются, видно, моргает, зачем это сделали, для чего? Поставлю просто полосочку, и все, без всяких описаний того, что именно грузится. Выполняйте задания, важные для членов вашего отряда. Так вы заслужите их верность и разблокируйте их умения высшего... Ну, типичный мосфек, короче. Слизанный, но слизанный только худшими моментами из всей трилогии про нашего капитана Шепарда. Вторая часть которого постепенненько проходится у меня на канале. Очень медленно, но все-таки проходится. Вот. Тут что у нас происходит? Время действия примерно во время второй части игры. Параллельно. То есть здесь корабль отправлялся в какую-то там другую вселенную вообще. Там технологии уже такие же, какие в третьей части уже появились. И, короче, бред, бредом. Просто смотрел на ютубе, не хотел ее покупать. Собственно, я ее и не купил в итоге. И решил пробную версию хотя бы посмотреть. Мне жалко тратить на нее деньги, честно. Слишком много негативных отзывов от самих фанатов Mass Effect, от просто любителей игр и всего прочего. Но графони, как я смотрю, его уже поправили. То есть тянка раньше это смотрелось вообще ублюдски просто. Прям очень ужасно смотрелось. Причем главным героем в этой части считается не Джон Шепард, как в первой части, а вот эта вот девушка именно женского рода. Мужик тоже теперь не такой соплячок, которым был изначально. То есть графончик здесь пофиксили немного. Лицевую анимацию, по идее, тоже должны были исправить, но не знаю. Прикольно, мне нравится тоже здесь графика. Графика смотрится неплохо. Вот именно детали костюма и вот это все остальное прочее. Ноги только какие-то у них короткие. Да? Вот она смотрится нормально фигурой. Типа лицо тоже, кстати, сейчас нормально смотрится. И костюм у нее, по-моему, более пиздатый, чем у мужика. Ну вот, козы. Ладно. В общем, мужик у нас будет этот. Посмотрим, кратко пробежимся, что здесь можно из внешности подобрать. И нужно будет у меня потом звук потише сделать. Ну ладно. Шаблоны, смотри-ка, лица. А, нет, это шаблоны, это лицо и все остальное. То есть прям полная настройка. Какие здесь есть лица, интересно. Стандартные. В этой части решили сделать, отвлечься от мужественных главных персонажей. И персонажи теперь выглядят немножечко так Ну, так вот, так вот Типа такие прыщавые все, лохматые Косматы какие-то Стрёмные и так далее Ну, типа, как реальные люди, чтобы Игрок мог полностью прочувствоваться, что он более-менее похож О, он на меня похож, кстати Ничего себе Прям-прям реально похож, смотри Прикольно Ну-ка, давай-ка с этого шаблона начнём Эй! Я же хотел оставить этот шаблон Я могу его оставить? Выбрать Да Вот, и теперь я его буду редактировать То есть изменить мы можем цвет кожи А, прямо здесь у нас всё указано Это удобно, кстати, ползунучками Хорошо Комплекция О, боже мой Что вот с ним? Какое было? Я забыл, какое было Ну, пусть будет такое Так, ладно, чё-то тут ещё есть Брови можно выбрать Глубина, высота А именно настройка бровей есть какая-нибудь Почему у него кривое, почему у него ебало кривое Такое, господи, боже мой Зачем это сделали Нос, рот, высота только Ширина и так далее Поломанное какое-то, сломанное кривое лицо Оно просто похоже больше всего Из тех моделей, которые было Я его редактирую чуть позже Я это просто обрежу этот момент, чтобы опять не ждали Подготовку выбрать Ну, давайте, короче Измененный Аликрайдер Близнеца тоже можно изменить То есть девчонку Мы ее можем так же настроить Какие тут есть лица у девушек Ну-ка Долго погружаются что-то в персонажи Но вроде более-менее Что-то они тут сделаны Хотя Ну, такое Хотя и в предыдущих, допустим, в трилогии Там тоже изначально лица были Мне не нравились заготовки Но тут что-то прям совсем все так Довольно печально Ладно, отмена Давайте, короче Я сейчас изменю своего персонажа Создам под себя Как обычно Я люблю это делать Вы все уже это знаете После чего Продолжу запись Ну, точнее Типа Вы-то ничего не заметите Вот, короче Создаю персонажа Короче, как-то так Очень странный редактор То есть можно выбрать Готовую голову Потом из этой головы Просто настроить Типа расстояние Носов, ротов Ширину, величину Типа, ну, то есть херово Нельзя там выбрать Именно форму Каких-то либо глаз Ушей Носа и так далее Как это было в предыдущих частях Причесок очень много Ну, типа 22, по-моему, прически всего 23 И они смешаны с женскими Типа, ты можешь любую прическу сделать Мужскую, женскую Бородки только такие Типа, типа Типа рода, не знаю Исключительный Как сказать-то Мужской парикмахерской То есть прям ровненькие Все гладенькие Хотя прически там На любой вкус и цвет Хоть лохмачи Не лохмачи И так далее Вот То есть моей любимой Бородки нету Вот с этой херней Которая здесь еще растет Но окей Сойдет, допустим Цвет глаз двойной Прикольный редактор Здесь, то есть Круется эта штука Это прям интересно Мне нравится Классная тема Подводки всякие Тени Это неинтересно Для девочек оставим И шрамы, соответственно Шрамы Очень много шрамов тоже Но они все какие-то странные То есть какие-то там Вот такие типы Обжегся там, не знаю Носоты пчелиный лег Или типа того Не знаю, непонятно И плюс заметность Что у них там просто Типа кровавый, не кровавый Вот Уродца можно сделать Короче, на любой вкус и цвет Но Допустим У меня вот такой персонаж Близнеца оставлю каноничного Пусть будет интересно Что он там скажет Не скажет Вот, пофиг Допустим Допустим Окей Выбрать подготовку Погнали дальше По созданию персонажей изучать Выберите особую подготовку героя Полученную в Млечном пути До присоединения к инициативе Андромеда Подготовка определяет Какой у вас будет начальный умельник Каким навыком вы получите доступ Прежде всего Выбранная подготовка солдат По умолчанию Херня вся в том Что эти все Это типа классы Но вся штука в том Что эти классы Можно прям во время игры сменить То есть типа Нахуя Он нужен тогда Типа в чем прикол Во время службы Вооруженных сил Альянс Вы постараетесь Постарались узнать Все об оружии и тактике Начальный умение Это первый интересный для меня навык Перегрузка Вызывает электростатический заряд Который наносит Большой урон Щитам и брагам Синтетиком Ой прикольно Круется Текст классный кстати Понравилась еще Графика лицевая То есть там прям Видно каждый Типа прыщик Не знаю Зачем их добавили Но это прикольно То есть там Порезы типа От неловкого бритья Типа того Учитывая технология Это странно Но прикольно Смотрится Типа классно Так Научились Проверь дронами Взломать вражеские системы Лидер Че за лидер Были командным игроком И работали с товарищем Ради общей безопасности А типа этого Как он назывался Трилогия Был штурмовик Был Короче в среднем Между биотиком И штурмовиком Так Задира Когда начинается бой Вы Всегда сказываетесь в центре Часто соответствует С рекомендациями Альянса А порой и нет Рывок А ну вот это как раз штурмовик Угу И оперативник Это снайпер по идее должен быть Во время службы В вооруженных силах альянса Вы изучали тайные операции Технику Применяю спецназом Да Это смесь солдата и инженера Тактическая маскировка Стелс Все Я знаю За кого играю Окей Так Имя Скотт Райдер по умолчанию Фамилия не меняется Соответственно как и Шепард У нас будет Ворм Райдер Ничего не знаю Вот Окей Так Близнеца оставляем Измененный Алик Кто? Алик Райдер Чё? Выберите внешность своего отца Чё? У него внешность может быть Либо адаптирована к вашим изменениям Либо остаться при... Чё? Погоди Приключение этой опции Внешность Алика Райдера Будет основана на облике вашего персонажа Если она выключена Будет использована Алика Райдера Ммм Внешность... Интересно Давайте оставим такую внешность Которая есть Типа Ну то есть Измененный пусть будет Интересно это будет посмотреть Как он будет изменен Близнеца трогаем Или не трогаем В принципе Сейчас она довольно симпатично Кстати выглядит На мой взгляд На мой вкус Типа раньше Когда только игра вышла Она прям пиздец страшная была Так, ладно Изменить историю Выберите пол Легендарного капитана Шепарда Первого спектра людей И героя цитадели А также Спасителя мать вашу Всей галактики Шепард-женщина Какого хера По умолчанию стоит Шепард-женщина? Что? Какого чёрта? Вы чё, ребята? В смысле? Мужик был Шепард? Ну-ка покажите мне его Я должен помнить Вот он Только он выглядел не так Он выглядел похожим на этого персонажа И он ещё на второй части Застрял на моём канале Но не суть Не суть Окей Выберите этот пункт Чтобы отправить Свой персонаж на сайт Ага Откуда можно импортировать В будущем Или потериться с друзьями Импортировать Окей, погнали Давайте на нормальном Посмотрим Я проходить её полностью Не буду всё равно Пробная версия Просто оценить хочется Что она из себя представляет Насколько всё плохо Или хорошо Или Нормально Средне Не знаю Плюс оценим Графоний Как он сейчас настроен После патчей Всех, которые вышли За всё это время Сколько там Года полтора Прошло после выхода Вот И Посмотрим Тянет ли у меня Его комп На данный момент И всё такое Electronic Arts Короче Представляет Производство Byware Субтитры читать не буду Соответственно Их хорошо видно Всё нормально Перевод есть Each bold leap forward Was achieved by those Willing to do anything To attain it We are All of us Leaving behind Families Homes The very birthplace Of our species Some For discovery To see The unknown Others For a new start But today Whatever our reasons We take the first steps Toward a new future For humanity Today We begin to make our dream Reality CITADELY CITADELY Или Нет Это не CITADELY Это Это корабль Короче Транспортировщик Я так понимаю Да Ну Вступил 2185 год И с ним человечество Вступило в золотой век Межзвездных путешествий После открытия древних руин Марсима Наши знания Науки Технологии Подолкнули нас В развитии Вперед На тысячи лет Многие Обрадовались На обретенной свободе Стали следовать Плечатый путь Но были и те Кто стримил взор К еще более Далеким звездам Для сотни тысяч искателей приключений Отправившихся в путешествие В один конец Будущее начинается Здесь В Андромеде Mass Effect Окей Окей Ну начало каноничное Типа под Mass Effect Подходит Ни Ни в коем случае Не представляете Эту игру К трилогии Это спин-офф Короче Спин-офф Сделаны даже Не теми людьми 634 года Спустя Время День 0 Час 0 После отправки Короче Ну типа Погоди Это уже после Конца третьей части Получается Они отправились Где-то на момент Второй части А теперь Типа Не Непонятно Имеется дружить Звездный год Ковчег гиперион На борту 20 тысяч Человеческих Колонистов Ни херова Такой кораблик Ну Они спаслись От женицов Вообще В принципе То есть Там неважно Какая концовка Бала в трилогии Потому что У нас Другая галактика Вообще Вообще Не связана С женицами Женицы Почему-то Только в одной Галактике Нападают Не знаю Галактика Андромеда Место назначения Жилищ 7 Скоплений Элая Откуда Технологии Которые позволяют Примещаться Между галактиками А не Внутри одной Галактики Тоже Непонятно Но Пожалуй Гиперион Гиперион Серьезно Краю Геникс Гиперион Компания Барделайс Вроде Да По-моему Да Ну да Самая Там Богатая Компания Ну Вообще Приемлемо Смотрится Как Мы Дополнительные Двухи Ты Будешь Хочешь Смешно Я Смешно Смешно Рейдер Рекон Специалист Миссион 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 Как Как Мы Убили Лицо Найс Варм Ошен Сомар Ю Раунд Почему У меня такое прыщавое лицо Мнезапно стало Ну ладно Я вообще на самом деле На ютубе не видел геймплея За мужского персонажа Только за эту За девку Которая тип Мой близнец Так ППС у меня проседает Да Проседай Оптимизация Средненькая Че у меня с головой В принципе Нормально По графике Рожи Мне нравится Лет на 10 старше Так Стиль ответа Помогает определить характер Главного героя Эмоциональный Рассудитель Непринужденный Профессиональный На цифры Можно нажимать А так Можно посмотреть Вот это все Это Это что Это непринужденный Профессиональный Это непринужденный Легко сказать А А че он там говорил До этого мужика не видел Ну давай Три Даже если это не Не Мы готовы Я думаю Ты знаешь что Что Возвращение Позвращение У вас Миссия готова В час Посмотрите Почему Рожь Он не сказал Но Что-то 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 не песна же смог сделать похоже на себя это уже плюс к погоди это и ой типа искусственный интеллект не просто как бы искусственный интеллект был запрещен во время второй части сузи было то вообще единственным единственной возможностью она была только у цербера у компании которая была против альянса вообще эти бандитами и мы сейчас эту часть как раз проходим на канале мне непонятно пока как себя чувствуешь мой имплант какой мне имплант все еще оттаиваю это типа продолжение будет да а это типа можно вопрос при этом задать давай мы имплант просто компьютер не не искусствами не имплант папсикол а вот и паку кофе рейдинг компакт based on the levels of a 10 scene in your system the new role импланты функционировали вы и я не знаю what it just means you're shaking of you not much странно что зале большая у них обычно наоборот они плоские что это было фамилия я ничего не переключал а как вы не заметили эту уявину перед собой это я будет вот геймплей геймплей пошел я могу спасибо так чтобы смотреть модельки про исчезают но при этом камера не пробужается то есть текстурки прозрачный а я думал летать это типа напарник как я помню с ним можно замутить я думал полетать можно будет скорее все можно как я смотрю что у тебя с голосом почему почему что сейчас было со звуками не понял и слышь сестренка чё с ней то есть ими сестры заменить нельзя да сохранение прошло о в сад почему у меня волосы попадают сквозь голову говно там же стандартная моделька была я при этом эта прическа не другая прическа понравился самом деле но она торчала над албом там был промежуток поэтому я выбрал именно эту а тут оказывается текстурки у меня застревают все-таки в шее волосы так по геймплею чё у нас то есть я постоянно буду видеть свою лысину да принципе анимация бега нормально на правку мышь можно приблизиться в любой момент сука мне бесит залысина пиздец ну ладно давайте будем типа любить свою сестру и что такое а аналлайка сандра домами и just means the process could take a bit longer than usual сам почему такая большая голова почему вот мужика нормальная голова у меня большая что с моей головой погоди погоди стоп почему такая большая проверьте пожалуйста меня я чувствую что у меня большая голова на подбородок свыше проваливается капсула осмотреть он прямо здесь все еще сладости он прям юзает смотри по херню ну и чё ты не говоришь косты чё за косты не опялился я видел странно что-то не разговорник и блок данных изучить внимание струнер ну окей понятно прикольно то что он инструмент использует он инструмент так понимаю находится у него в этом браслете короче да с обычному в броне же был сейчас он прям так и зависит да из браслета выходит почему такая большая голова почему я стою как мужлан перекачан ну хотя имею право окей двери прикольно открывать с помощью инструмента что такое альт прикольно узнать причину сбоя как его он это сканер крик это логика ты закон о том что сговорил на отраги рейдинзон и кондует сука вы серьезно блядь 2017 год алё почему наговорил закрытым ртом закрой заткнись рот закрой блядь а он тебя закрыт прости я собрал данные анализы спроса воздействия научные данные какие то есть заткнись нахер состояние проверка была не успешно соответствует нет данных смысл соответствует параметрам присутствует ток ага не обязательно держать до этого консоль взломать а чё сделать в тупые что ли где у вас все техники инженеры вы что творите то блядь рот за а он закрыт очень странное начало очень очень неподготовленные ребята какие то в космос старались другую галактику и все такое прикольно дверь открывает с помощью инструмента это прикольно adventure begins куча всяких этих дневников прям вот уже это по-моему пятый который я видел чё это за метро мы в half-life первой игре подождать кору пуль такая медленная как мы с тобой разговаривали на одном уровне голос был прямо у меня рядом а ты там бежишь в смысле введи в тупые что ли сама на кнопку нажать не можешь ну ладно заставка заставка я молчу очень странное начало не знаю то есть есть какие то положительные моменты и типа ностальгии атмосфекта в целом но чёт как то блять ехазы оптимизация хромает персонажи какие то непонятные голова слишком большая как вы не заметили эту хуёбину не персонаж на меня похож это уже прям плюсь 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 я люблю такие игры хорошо хорошо господи они прям мою рожу они взяли мою рожу крючьего состарили и все эти волосы сделать каптан протоколы сериал голоса еще не подходит это прикольно это прикольно на самом деле то что под мое лицо подстроили я весь в папочку у них вроде как детализация довольно сильная в плане всяких прыщей прочих всяких нюансов таких не нестандартных портищих обычно лицо но при этом они какие то все сальные такие прям залокированные искусственные чё блять предпочитаю землю под ногами родственники моего рода у меня есть точка но слабый грунт звучит очень хорошо сейчас но очень хорошо не достаточно хорошо мы идем господи тут есть лица которые реалистичные похожи типа похожи на реально а при этом есть лица которые прям компьютерный пиздец это очень сильно прям резонанс вызывает в голове по графике все с волосами посмотрите они прям стиле ответа помогает облик характера ноги руды и вать мы не можем сейчас сдаться выглядит не очень-очень сюда вовремя ставлю чтобы не поместилось выглядит не очень она да она довольно неплохо это хорошая вопрос это как колония господи как колония господи боже мой я так буду выглядеть в старости что ли серьезно ах не хочу я не могу голос ах 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 надо было оставить стандартного батю ах арбед для рост декор фирмен это я я сэр Вы серьезно? То есть вы отправились, нахуй, в другую галактику, 20 тысяч человек, вы даже своему собственному капитану не доверяете? Вы что, ебанутые, что ли? Что это за хуйня такая, блядь? Сюжет, конечно, что-то меня прям очень серьезное опасение вызывает. А почему, кстати, при создании персонажа костюмы красного цвета были? Ну, черно-красного. Не волнуйся, я уверена, что Сэра будет подвезти. Но она делает. Она будет хотеть историю. Так, давайте выйти и найти ее что-то. Правда, вы хотите получить рюкзак. И, может, остановись с хорошей ручкой, пока мы идем. Что? Это старая суперстрика твоей папы. Короче, мне непонятно, почему они, типа, команда Андромеда имеет форму бело-синего цвета, а при создании персонажа была та же самая форма, похожая на эту. Только без нагрудника с этим. С ручкой чемоданной. И цвет был, короче, черный с красным. Какого черта? Почему? Нас, типа, показывают, типа, поностальгируете. Вот масс-эффект, черно-красные оттенки. Хуй вам бело-синий, получите. Абсолютно противоположен, да? Хули тут сидим. О, о, диалог. Это Куртл, да? Куртл? Да. Я думаю, мы с вами были только, когда Hyperion улетел на Землю. Не уверен, если вы знаете Грера. Ты не говоришь ничего о том, что происходит? Скоро садимся. Стоит опасаться. Мы дома. Сенсоры повреждены. Вот сейчас мне нужна подсказка. Сейчас появилась куча разных вариантов ответов, что есть четыре штуки, впервые так много, с разными этими значками. То есть, я помню, что это прям рассудительный. Это, типа, такой какой-то, типа, обычный, типа того. Это любовный, а это я не помню, какой. Типа, вот сейчас мне подсказка бы не помешала. Ну, ладно. Короче, сенсоры повреждены. Говорю, как есть, пофер. Дебил. Во, кстати, у него такая же херня, вот такую прическу хотел сделать. Видите, у него лоб идет, короче, а здесь у него пропадает, короче, это. Волосы не касаются лба даже, блядь. Никакой музыки, суки, на корабле. Ладно, я пошутил. Шлем надо взять. Брати свой шлем. Можете объяснить, зачем я подходил брать шлем, если он просто исчез с платформы, я при этом его не надел на себя, например, не в руку взял, как было прикольно, например, он просто исчез, и зачем это было сделано? Фишер, а ты кто? Как это происходит? Ты кто такой? Прикольно, про него, мне нравится раскраска. А твой отец и капитан? А так и тайна капитан, что ли, была? Или... Я чё-то запутался. Ну да, был такой, вроде бы. То есть, это капитан был? То есть, окей. Вы, блядь, угоряете. То есть, мой батя ещё и не капитан. То есть, у нас есть капитан корабля, который худшей подготовки, блядь, чем мой батя, который отряд Н7, типа, да? И они назначают её капитаном, а в итоге она берёт и принимает мнение другого человека. Икспица, другую галактику, 20 тысяч человек. Пройдёт определённо успешно. Блядь, я чё-то вообще сомневаюсь во всём уже. Я хочу осмотреть шкафчик Сары. Ты искал шкафчику потерпи, да? Свой хочу осмотреть. А, нет, это батин. Охватили воды. Лучше не было. Нет баса из бруксов на этой галактике. Оно хто и пускаешь там. Ой, странность. Что сейчас было с нами? Погоди, стоп, стоп, ну-ка. Что это такое? Что, как я это сделал? Что мне с ноги смотреть на ноги? Ща, ща, камера отдались. Я нажимаю влево-право, пока бегу вперёд. Господи, посмотрите на его ноги. Боже мой, что это такое? А-а-а-а-а, сука. Что это такое? Что это такое? Зачем почему? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Сука, как Мирус Эдж-католист играю, блядь. А-а-а-а-а-а-а-ха-ха-ха-ха. Ой, блядь. Всё, мне охватило от игры, я готов её выключать, ребята. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я утре хищник. Стой. надо понадобится если господи это походка неземная вырастает сейчас скорее всего посадки fps очень сильно может быть и нет уже прошли до муки ты умеешь только прямые губы держать и искал их трубочку или может быть нелегко ты первый сдохнешь да по-любому сдохну к коленку костюм and seven я у него заберу да он в костюме and seven да 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 отбрилять вот n7 у нас есть же строго я с нихерно справиться тут непонятно тут нормальная лицевая анимация кривая страна но при этом вблизи очень искусственно выглядит на среднем расстоянии прикольно вообще сейчас он не кажется мне стремным например нет ужасно нецелем анимации не понимаю то что типа из настроенного персонажа как создавала так далее но сука там готовы и лица были я просто сдвинул вверх-вниз губы вот здесь например причем у меня губой слишком высоко поднят очень странная анимация крыша я думаю там рожи готовы для того чтобы красоту анимацию показать типа нормально то есть типа стандартные рожи но ты можешь таки как-то скастомизировать более-менее под себя как я сделал я а это по-моему из моей команды прыщавая морда вы не ждали этого момента 600 лет суток были в краю снегу сели уснули и пролетели сразу 600 лет он ждали они уже пять раз эту шутку используют ну не пять ладно где-то три раза примерно я слева или отцылка первая часть сейчас хотят прям это прямая отсылка к началу первой части mass effect как шепард стоял осмотрел как раз похож на каком же положении на норманде но мне так кажется прикольный кстати шлем он прозрачный зачем я рукой сейчас мы заметили чувак и игорь ой просадка пошла какая сам бы управлял тогда что-то нанерешь этим плохо сейчас ты такие руками постанились разведка уровень бог 600 лет лететь для того чтобы пролететь сюда и серьезно вы очень хорошо подготовлено ребят 20 человек здесь ну атмосфера в принципе какая-то присутствует но просто эту игру надо было назвать просто андромеда убрать mass effect и сделать просто отдельную игру не связано с эффектом так за трассу смотрите он танцует тектоник по-моему пока ли он давай пока я его не ждал сейчас без шуток смысле блять я думал полетать можно будет часы типа того так было бы круто но что это зачем вставлять такой же момент был час охеренный также можно и было геймплей показать душа там пытаюсь как-то выровняться и так далее керем он забавно прикольно то что видно пол моего лица тоже это как это круто на самом деле но он сквозь текстуру лежит сейчас не вот это неплохо кстати вид неплохой это очень даже круто очень красивый кадр нравится вот сейчас графония прям 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 mass effect ский графон такой привычный и родной mass effect ский графоний еще один красивый кадр посмотрите на на командовать что любишь я же думал более круто чем-то так странно нажал так ну чё уже можно сказать по геймплею во первых есть прыжок впервые сука в mass effect есть прыжок приседать мы не умеем нашив я чё-то сказал делать вывод озвать защита держите в все не удержите нажмите получается как с собой позвать смотреть на мою походку или или полчаса получилось как с собой позвать а сканировать можно сюда стандартная модель инициатива дроби да сами доступен со сканом прикольно сделаем то есть я могу в любой момент что-то сканировать научные данные сканирую образцы известных технологий форм жизни вы получаете очки научных данных научные данные тратить научном центре открывая новое оружие броня прикольно провисание все-таки есть то есть на высоких ультрах особо не как тебя позвать с собой а во я удерживаю кори все мне вот такие моменты прикольно смотрят так трава трава шевелится вот стандартная проверка графики шевелится ли трава и какие брызги воды трава не шевелится траве похуй это обычно 2d спрайты которые исчезают из них посмотреть графон еще раз старый сейчас на ультрах стоит поэтому я просадки награды по фпс так вода волны есть а брызги самое главное то брызги ну окей более-менее какие то есть хотя с карими даже лучше выглядят но ладно ладно игнори смысл почему могу сканируйте что травку чтобы цель показать прыжки бесконечно но только по одному можно небольшой прыжок сделать можно бы тышь 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 я бегу как боженька посмотрите на блядь как он смешно как он смешно бегает с левого стороны косячит я не знаю даже не читаю субтитры а можно забираться на такие объекты что с анимацией у меня долбанула по выносовости какой-либо нету короче сам недоступен я получил сейчас был опять быстро блять с анимации бегах проблемы что это такое вы запаса его надо просто мимо пробегать что ли посмотрите на этот бег он великолепный просто куда бежать что-то что-то расщелина анализ нельзя сделать пошли наступен сэм все я понял я думал типа сам доступен то что мне знать я не могу смотреть на тебе господи он слишком тупой нажимаешь лево-право и начинается такая дребедень что это как можно было не продумать такой момент я просто не предоставляю даже и не пофиксить его еще прикольно запрыгивает я не могу перекратить так бегать не сканер пока интересная штука но я думаю потом заебет просто пиздец я кстати не различаю кто говорит из них потому что я не знаю голос райдер он вообще не запоминается вообще на него похер а может быть допрыгнул бы сам дебил сука у тебя такой же пока как у меня тыкать на качестве чем я кофе ты не можешь допрыгнуть сам это вихрь вот так и скажи сука так как было бы круто а что это такое это проблема все классный ответ но нет что-то про электротых копию намек на это типа шепард скайден встретили эшли уильямс да что сам целый зад кто сам целый зад спрятка будь спрейте ну спрячься что ли просадка небольшие происходит но первый контакт прошел короче у нас неудачно Окей. Осталось. Фишер, ты в порядке? Мужик вообще. Чё у тебя с ногами, чувак? Ты очень странно выглядишь. Я не хотел драки. Я надеюсь, что я не хотел. Первые алиены, которые мы встретили, мы пытались убить друг друга. Это не план. Тогда мы нужны новую. Да, по крайней мере, мы знаем, что это. Брошюры были на алиенах, которые хотят ударить твою голову. Мы все равно не знаем, что они хотят. Таким образом, как они тебя воспринимали? Я бы сказал, что blood samples. Много. Кто говорит, что мы даже не понимали? Или они не понимали нас? Это новая галаксия. Я думаю, что слишком много, чтобы думать, что они будут играть по правилам Милки-вэй. Они уничтожили правила в любой галаксии. Но почему идти за нас так? Только что я знаю, что их сгибают, как их сгибают. Где остальные? Прошли. Киркланд и Крир идут за помощь. Давай. Ааа! Моя нога! Ааа! Моя нога! Ааа! Ааа! Я думаю, что она сгибается. Вы пустите голову и посмотрите друг друга. Ты уверен? Да. Просто найдите нас прямо здесь. И возьмите несколько больше, чем я не могу. О! Посмотрите эти партии. Что все эти вещи? Эм... Как это называется? Схематичность костюмов. Типа, как они созданы и воссозданы. Как они выглядят в целом. Прикольно. Мне очень нравится. Так, что? Сканировать тебя можно, да? Ааа! Ну, у меня нет САМа. Но я попробую сделать это. У них ДНР. И у них армия подходит к каким-то типом бомбе. Но генетики все вокруг карты. Ааа! Я думаю, что жизнь у меня может быть воплотную. Так, а это что делать? Патроны восстановлю. То есть просто подходишь к сундуку и восстановишь патроны. Причем, четыре раза можешь восстановить патроны, четыре раза энергия. Я надеюсь, что другие команды все хорошо. Мы их найдем. Но мы могли бы сэкапировать. Эскап, меню открыть карты. Карт прикольные. Уже вижу. типа 3d такая тепловая камера или типа того журнал по квестом распределяется он и собственно этот лор короче сундучки пистолеты движение бой барня это прям здесь можно или как выбрать но я прям прям в любое время игры могу это тип менять с одной стороны это удобно и быстро и ну по рпг шнему другой стороны типа это не по масс эффект ски масс эффект такой типа приехал к себе домой там переоделся а потом уже что-то типа вышел уже готова броня так непонятно короче план предметы собственно окей с предметом уже разобрались чертежи оружия чертежи брони но вот это мне нравится народ что есть вот так разделяется на все эти отдельные части требования емкости с ними не гелем то есть можно создать броню причем она отдельно для для всего тоже идет как трилогия собственно это интересно это реально интересно так ну ка окей погнали дальше так окей стоит все разведать вокруг ты тупой я же солдат блять опять перестрелка какая-то идет лет просто молнии бит я так не разобрался не вот прикол с прыжком с этим джетпаком мне нравится почему его только не было в оригинальном эффекте в таком случае почему такие такая технология только здесь доступна атмосферный кто и чё это должно значить господи ну бег ужасен просто капец ну это пиздец ребят не знаю я хотел хочу сказать то что типа она в принципе играбельная на данный момент ну как игра но когда я вижу этот бег это просто но блять ебануться сука так вижу врагов на карте укрытие приблизитесь ну да то есть прячется автоматически я не понимаю хп отображать хп вроде отображается но типа чё это за нафер где оно где враг то вот это классно сейчас было то есть я могу подпрыгнуть и в полете некоторое время висеть а где энергия джетпак отображается так кстати стелс у нас есть я забываю не ну экшончик пока прикольный типа ну такой интересный так скажем даже почему-то нет не хочешь это исследовать похоже вообще на это на маяк протеан блять ладно а тело где где тело застрелить во первых во первых где тело убитого человека вот во первых где тело убитого человека раз во вторых как я так стою мощно типа как все так много сейчас загибается чувак ну ладно это мы уже видели прибеги во вторых где тело убитых врагов нам явно показать тело вот все 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 окей окей к телу претензий больше нет я думал он там просто лежит где-то мы как раз ну ладно я все хотел поработать тело еще за комбов только неприятно но и странным для 2016 года но скорей сюда блин костюмы классно мне нравится крио патрон тапка лесок лесу оружие опачки миститель а там какие-то улучшения погоди смотри чат за две дырки пробел выбрать предмет нельзя вот теперь нас пушка нормально сразу появилась то есть если там мы играли по классам и пушки можно стало выбирать нормально только в этом я я зажимаю альт идут точно так же тип а тут можно еще так делать на альт на альт смотри-ка можно переключать руки по крайному он и при этом длиот켜 брашей типа ну не знаю типа либо у меня чувак может двумя руками нормально управляться либо хер его знает тынс 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 так на расшелся смешней болицы да нет особо ладно окей короче только в третьей части додумались пушки нормально выбирать уже стандарту а здесь это тоже используется тоже 1 2 части короче только по классу пушки затвор швы конденсатор увеличивает генератора типа улучшение для пушек или чё чё за звуки-то нибудь ладно допустим убирай все слишком долго это был закрыт вы просканировать что-то за собака кругом окей теперь могу еще просканировать арик вот ну не стоялся я что же маскируюсь под невидом сечу несешь вопрос какой то есть то есть тут типа открытый мир еще идет у нас да ну по полу открытый инопланетное сооружение ладно допустим не так побегать просто интересно если игнорировать вот такие такой бег и все остальное интересно не более там нет прямо желание прям сильно это проходить прям прям вот прям проходить ячейки охладителя фокус счета утиль то есть это это все мусор я думаю что-то реально можно лук оружие почему через траву у него попасть Не, то, что можно задерживать полёт, это прикольно, но, типа, если я в стилс, я почему не виду мой двигатель, и типа того, странно, но ладно. Что это за метка? Сканирует, интересно, сколько вблизи можно? Пожелание найти гира, пожелание найти источник сигнала. А тут квестов-то у меня добавилось, я смотрю, да? Это что такое? Стой, погоди. Это что за метка? Инопланетная постройка. Найти грира. Что за непланетная постройка? Тут, типа, реально был открытый мир. Как в этом, получается, в Dragon Age инквизиции. Ну, короче, да, не взяли и соединили худшее в своём роде в одну полноценную игру, я понял. Не знаю, пока мне нейтральный интерес, скажем так. Просто потому, что это типа Mass Effect. Все хорошо? Фонарь есть? Это постройка. Зачем она здесь? Примагнительство. Блин, поверхность забавная. Ладно, иди давай. Своей лунной походкой. Ты-да-да. Что-то так, кажется, сегодня не больно. В смысле, почему теперь это появилось? Отсмотреть неизвестный разваль. Ну, ладно, нахуй, сука. Такой бег, сука. Фонарик есть. Нам нужно спасать людей, но мы зайдём в постройку старинную, чтобы её смотреть. И при этом я ничего абсолютно не сканирую. Тоже зачем, правильно? Не надо разве что-то сканировать? Нет, зачем ничего сканировать? Нет, зачем ничего сканировать? Нет. Так что это до этого? Не выглядит, как другие структуры, которые мы видели. Деверный дизайн. Вообще здесь патроны наши, которые мы можем использовать. Что за бред? Указано интересное область. Чем ближе к цели, тем сильнее номер цель. Контейнер, типа? Сверхлёхи материалы. Снайперская методовка, вес. Нет, всё-таки смотрика, можно детали заменить какие-то. Вот быть запасом и так далее. Непонятно. Но вообще, вот задумка всё-таки интересная. Реализация только хромает, пиздец. Но, блядь, если бы был такой масс-эффект, хорошо реализованный с командой разработчиков, которые занимались трилогией, возможно, вышло бы что-то даже год. Я просто вот из-за этого бега, я уже мне не нравится, короче. Что это такое? Ничего. Ну, сейчас включишь, да? Включаю генератор, дебил. О, черёшь. Что, ебанёт? Да нормально, что-нибудь. Я проб... О, это генератор. Да, конечно, почему бы это не было? Может быть, он сделал что-то. Функция неизвестна, блядь, до сих пор. Короче, можно всё подряд сканировать. И за это получать эти очки, которые он тратит. А, даже так. А, нет. Я ещё. Даже экипажа отбернулась. Понятное устройство. Сейф, лошадь! Сумно, лошадь! Ты, блядь, не пугай меня так. С同じ язык, как эти алиены. Я не знаю, что он говорит. Крап. Чё это за херня вообще? Это туалет? Местный или чё? Чё-то заскрипело там, чё-то. Слышишь? Закрой. Если это пузырь, я знаю, кто в обвинении. Рот, закрой свой, блядь. Чё мы делаем тут вообще, непрямо? Чё, зашли, посмотрели, уходим, всё? Или чё? А, там дальше ж можно поизучать ещё, да? Мы ж теперь сет врубили. А почему лёхо по нему устанавливается, кстати? Нужен этот унигель. Ой, унигель. Как он назывался-то, блядь? Я забыл, как аптечки называются. Да убери ты пушку свою. Какая дура? Другая дура. Я понял. Ти-ти-ри, ти-ти-ри, ти-ти-ри. Ти-ти-ри, ти-ти-ри, ти-ти-ри. Что такое? Опять чё-то в сяду. Может быть? Потом он ударил по торнадо Мы слышали? А, вот, показали расстояние на каком сканировании Набильная репатизированная платформа Чё? Возраст 300-400 лет, примерно? Закрытый контейнер Что это? Вот это! А теперь убил роботов, да? Нехер было так резко вставать Чё, откроешься? Что она не открывается, нихер Отмена чё-то есть По желанию И всё, и пропал квест, короче Был квест типа расследовать Всё, квест пропал Чё за нахер По-моему, эта дверь была в трейлере, короче Там будет какая-то платформа, но туда нужно прийти с определенными персонажами Типа Ну или я хер знает Ух ты По-моему, чё-то типа того я видел Давно отсмотрел Когда ещё не вышла игра Когда были Ах, положительные Ожидания Ух ты Ух ты Чё за нахер Ух ты Ух ты Ух ты Я их Это не как я делаю! Я не думаю, что они слушают! Давайте не ждем больше! Я сплю на правую сторону. Ты слышишь? Да, радиостатик. Но, как паттерн. Что ты хочешь? Да, надо спасать нашего типа. Я не понимаю, я из Милки-Вэя. Как ты меня услышал? Я просто взял пушку. Помнишь, Глиар, мы тебя! Бежим твою голову! А! О! А раньше взял воск? Благодарю Богу! Я заблокировал мою микро, надеялся, что кто-то заметил. Ты хорошо? Да. Где другие? Лучше заблокировали возможную стрельбу. Они убили Кирклэнд. Но Фишер жив. В обратной стороне. Брошу ноги. Нужно помощи. Я проверю, чтобы послужить. Тогда вернусь. Стой, когда ты туда. Мы рассмотрим шуттель моего папы. Удачи! Блин. Я не могу ждать, чтобы уйти из этой реки. Так, здесь где-то чё-то пищало. Нет, здесь? Функция неизвестна, замечательно. Сука, такую игру можно было сделать охеренно на самом деле. Вот серьёзно. Без шуток. Просто я вижу, задумка... Задумка же была. Задумка же огонь. Я думал, отказаться. Ну почему так реализованно? Особенно вот это вот, блядь. Как-то залезет. То есть полуоткрытый мир. В массы объекций. Это же охуенно. Рот закрой. Ничего не сломаешь. У тебя, блядь, костюм, сука, прыгучий. Летучий. А, тут бокер тебе, да? Я понял. Ты не допрыгнешь. Поэтому ты это и говоришь. Пропасть, на которую можно упасть. Вот вам и предел полуоткрытого мира, короче. Что сейчас было с прыжком? Я не понял. Там знак вопросика будет. Спокойно. Ну, лонгплей, короче, у нас опять, ребят. Типу, сорян. Мне интересно посмотреть. И вам показать задумку. Вау. Прикольно. Вау. Это же самое рыно? Там что-то... Окей. Я вижу, я туда и бегуешь. А там мапы. Нахера мог. Вау. Ну, вообще, в другую сторону. Мы, по-моему, все дальше и дальше от себя это задание упадаем. Что это за херня? Смотрите это. Сейчас, это выглядит больше как голодный мир, который мой папа ожидал. Это... Если это что-то, как планты в Милкиве, у них есть знаки целлюлорной мутации. Если это так долго, я думаю, это сделает это алфа-три, а? Да? Но что-то случилось, когда они находятся внутри? Просто... Как это даже возможно? Экстримный пример микроклимата, может быть, защищенный в каве все эти годы. Вдруг остался в планете? Что-то ужасное случилось там. Но это значит, есть надежда. Ла... Нахерное дело. Ла... 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 Бой сразу урубается. Я достаю пушку, всем похуй, а сразу меня видят. Похуй откуда. Центрируют меня просто и все. Проблема, кстати, посмотрите, меня убивают. Смотрите, больше своих петов! Это для Киркленда! ХП все-таки устанавливать, пусть будет. Я стреляю сквозь стену, смотри, смотри. Я стреляю сквозь стену, смотри, смотри. Я стреляю сквозь стену, смотри. Ты это видел, да? Господи. Это же тупо. Патроны. Где звук... где звук моего этого... двигателя? Бля, сколько тут багов, я не могу. Патронов нет, смотри-ка. Это едва... Я думаю. Не может быть столь-класс! Так, может, они туда-всего в их местах. Когда они нужны как-то Оружие, смотри, как всегда на мне Это плюс, это плюс В третьей части там менялось оружие Зависит от выбранного Вот, кстати, и сундук Мимо которого можно побежать И все, патроны я восстановил, да? Да, восстановил полностью весь безопас С одной стороны, это удобно Тоже тебе не нужно заморачиваться Насчет патронов С другой стороны, это снижает Режим экономии боеприпасов На херах экономить После каждого боя есть сундук Где их можно пополнить Блядь, а что-то бегал Что-то врезался в стеночку небольшую И все, я остановился, что-то на чувак Су-ка, такая походка Где тут обходить-то? Сюда? Ну да Скриптовая сучка Опа, опа, опа Три ЛТ-50 Мы их убили просто и все Левел ап, смотри Ну и все Калбарей на спасение, приятно видеть вас Спасибо, Хэрри Как все? Вспомните, у меня тактическая маскировка, да? Там крайне невидимость, любая атака Спасибо за обучение маскировки Я не знал же, прям, впервые вижу Уже Гадюка Во, снайперка мне нужна В выбрать Давай-ка вот так вот я сделаю Окей, даже смотри-ка, распределяется оружие нормально То есть там, где нужно висеть Попри патроны, гадюки, серьезно? Там же был больше рыб Не дышать Не дышать Аааа, огнивая шутка Что-то я, это, наводка тормает на меня сегодня Прям пиздец Я здесь Я здесь Я еще жив Я здесь Позже 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 Я не могу Позже 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 Лиам Я не могу Ты стреляешь, блядь, куда? В воду? Успокойся, блядь Я слышу, но это не время, чтобы потерять нашу структуру Сейчас я чувствую лучше Что и остальные? Позже 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 Гриер с ним У нас есть шутки и куски Позже 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 Типа Она биотик, а мы не знали? Вы, ябануто, что ли? А, мы не знали, окей Не волнуйся, это не контактическое Прежде чем они уничтожили, я... Они успели уничтожить нашу структуру Мы уничтожили, что за бред Она биотик, блядь, это должны были все уже знать Какого черта так скрыто или... Я не понимаю Афирмативный, Райдер Позже 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 Здорово, бать Лиам и я с Кора У нас раненые У нас ранены У меня маска впадает сквозь текстуры Моей брони Проблема Мы говорим о небе И у меня есть идея об этом Рендевол с моими координатами... Блин, они меня увидели Сэр 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 Позже 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 Сэм Позже Позже Что я могу сделать? Ничего себе Прикольно Пусто Помните как просмотренная Мне вот интересно Я могу это как-то отсюда все достать или типа того? Кстати, у нас тут левел ап прошел уже Биотика техника То есть я не знаю то, что ты биотик, но я могу использовать биотику типа, да? Очень странно, я могу вообще все прокачивать получается Прямо вообще все подряд Омни граната Носит огромный урон по области 52 секунды Баррикады энергетические В смысле это типа биотика или чё? Растяжка это мина Но стоит в бою Ага, понятно Техник Перегрузка Ух ты Это интересная То есть она прокачивается Потом развивается Только смысла я в этом не вижу Плюс это скорее всего можно перекачать все Одна из общей Перегрузка это полезный навык у нас такой был Окей И все может быть только три скилла основных Один во три соответственно Практическая маскировка Что делает при втором ранге? Скорость перезарядки вылечит Хорошо, боевая техника Что это значит? Улечит урон технического умения Угу Дополнительная система Улечит длительность технического эффекта Из руки фаерболма шмалять Блядь, вы серьезно? Как это вообще технически? Типа возможно Я понимаю, там изуне инструмент может быть раньше гранаты кидать Огненные Но без поддержания Просто типа кидаешь такую хуёшку И она такая бабах Я вкачал Отменить изменения Вообще все от меня изменения Окей А, вот собственно вот это оно Воспоминение вот это оно и было Инженеров раньше Мне непонятно с биотикой Какого хуя у меня биотика доступна? Копьёк Вот Вот Я сейчас что-то очень расстраиваюсь Прям жестко Не, это прикольно Я не спорю Это выглядит круто Но, сука, я не люблю играть за биотика По факту Хоть это и круто Здесь выглядит Но Почему у меня уникальный персонаж Который может Вообще все При этом он абсолютный обсосок Который ничего и не может По факту Даже так Ох Ну, короче, ладно Думаю, с меня хватит Пробной версии Очень, очень, не знаю Очень твоякое у меня чувство То есть, в принципе, игра играбельна Если не играть как типа в игру про космос Например Не связанная с Mass Effect вообще никак Просто бы назвали игру Андромедой Отвязали бы от Шепарда И просто была бы примерно та же самая вселенная Но не связали бы ее именно с трилогией Mass Effect Типа там, не знаю, как параллельную вселенную использовали Ну, не связали бы ее просто с трилогией Mass Effect И это была бы уже играбельная более-менее игра Если бы еще убрали, урезали все эти баги нормальные Лицевую анимацию Уебищную просто Эту анимацию бегать Просто кретинскую, сука И нормальный сюжет еще сделали Который здесь, блядь Вообще говнище какое-то непонятное Типа Двадцать тысяч человек прибывают на Наромедии, на Гиперионе Хуй знает куда Летят туда 600 лет Думая, что там еще сходится планета Которую ниху знает вообще Как там обнаружили И... Блядь При этом у них капитан Который спорит с... Чуваком Который более умный, чем капитан И в итоге она соглашается с этим чуваком И в итоге... Ах, блядь Короче Mass Effect Наромеды, господа Будем проходить на стриме Когда пройдем трилогию Это будет, надеюсь, не скоро Это будет, скорее всего Грустно А может быть и нет Узнаем в будущем Воп! Вормы с будущего здесь Я хочу еще раз подытожить данную игру Потому что уже Отыграл 10 часов Пробной версии И стрима, короче, не будет Игру я пройду для себя Она очень завагованная Она очень неинтересная Для стрима и для прохождения в целом Очень херово реализована Очень много косяков Короче, ужас Кошмар Ужасный Наследник Андромеды Но! Но! Отдайте ей должное Здесь охеренская задумка Охеренская задумка Которая реализована Очень-очень подсосно То есть там дальше Очень много гейства То есть Я познакомился С шестью персонажами Из них три девушки Три парня Девушки Две лесбиянки Одна И лесбиянка Ну, бишка, короче И лесбиянка И для мужика Для девки подойдет Три мужика Абсолютные би То есть Можно было моим персонажам Сразу с ними замутить Прям без каких-либо проблем То есть там даже не отказывают Ну, я не пробовал Но я уверен в этом Потому что там диалоги этому соответствуют Вот Но суть тут, короче, не в порнухе А в геймплее Ужасные ноги Ужасные Текстуры Которые друг к другу Впадают Плохо, очень реализованно Большие открытые миры Не заполненные Почти полностью Какие-то детали есть Но кататься по ним И все это расследовать Неинтересно Мака из первой части Забрали без пушек То есть Худший Мака Сама постановка сюжета Как я уже на протяжении Геймплея говорил Тоже хромает То есть Абсолютно неподготовленная команда Абсолютно Странный герой Который В итоге там В дальнейшем, короче, спойлер Для кого-то, может быть, будет Не знаю Его отец Привопроходец Он, короче С помощью Искусственного интеллекта Который был запрещен Типа на цитадели И все такое Он его в себя впилил Сделал такой Некий симбиоз Искусственного интеллекта И человека С помощью него Он как раз переключает Между собой эти ветки Там в дальнейшем, кстати Появится Выбор еще Дополнительной специализации То есть Не то, что мы выбирали В начале игры Типа там Я говорил, что похоже на снайпера Типа на инженера И так далее Нет Снайпер, инженеры остальные Они все как раз остаются в дальнейшем И с помощью этого Искусственного интеллекта Наш главный герой Может их Переключать В любое время То есть Сюжетно это в целом Объяснили Но как это реализовано Непонятно Потому что В трилогии Там были импланты специальные Здесь эти импланты просто нарисованы Как-то их усиливает Искусственный интеллект Якобы В нашем герое Есть вообще все импланты В итоге Добавлен седьмой класс Который Объединяет в себя И биотику И штурмовика Короче И инженерию Все одновременно Типа элитарный класс Или что-то вроде этого Короче Очень странно Очень непонятно Лор изучается в основном С помощью Записок То есть Можно там понять Какие-то Связующие нити сюжета Которые Пытаются сделать Как-то более-менее Этот сюжет логичным Но в итоге Это не получается Меня от этого бомбит сука Потому что идея-то охуенная Но реализация Говно Почему? Зачем? Непонятно Короче это худшая игра по Mass Effect Но Играть в нее Можно Очень сложно Если Попытаться игнорировать Все блять Баги Которые только возможно Которые здесь есть Их тут так дохуя Что я просто не могу У меня просто горит пердак И я не могу в это играть Нормально Но Я заглушаю в себе ненависть И пытаюсь углубиться Именно в сюжет Ну и сюжет тоже подсосный И Короче Пройду эту игру для себя Стрима не будет Потом может быть Как-нибудь где-нибудь расскажу Про нее там еще Буквально там Ну на стриме может быть Уделю пару минут Чтобы про нее рассказать Очень обидно Что такая хорошая задумка Не так хуево короче Реализовано Очень много всякой Толерантности Равноправие полов Равноправие среди рас И вот это не нужно было Mass Effect Но это добавили В связи с нынешним Поколением Тенденциями В мире Всеместно Короче пиар компания была бомбой И в итоге получился Кусок какашки Который я могу оценить на 2 Максимум Из-за из 8 И то из-за того Что хорошая задумка Вот Мультиплеер как в третьей части То есть в принципе Играбельный Есть лутбоксы Которые покупаются за реал Которые сразу позволяют Там прокачать персонажа На максимальный уровень Что теряет вообще смысл Какого-либо Интересного прохождения Есть крафт Есть прокачка брони Интересная на самом деле Но опять же Херово реализованы И блять Как-то так короче Сорян Что там Говорил про стрим Но его не будет Я не хочу ее снимать Не хочу ее Показывать кому-либо Пройду только Для себя Вот Если какие-то вопросы Пишите в комментарии А я верну вам Варма из прошлого Пусть он дальше Закончит этот видос Давайте удачи В общем Всяком понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайк, смотрите дальше Комментируйте Понравился видос Я имею в виду А не антропед да Короче в любом случае Ставьте лайки Смотрите дальше Другие видосы Комментируйте Ставьте лойсы Обязательно Люблю лойсы Обожаю Смотрите другие плейлисты Жмите на колокольчик под видео И подписывайтесь на группу вконтакте Чтобы не выпускать новые видосы Стримы И все остальное В общем на этом я с вами прощаюсь Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok